На церемонии открытия с поборництву повитали команды Удельникова. Со словом выступил начальник генерального штаба Узбройных сил. Первый наместник министра обороны Беларуси генерал-майор Александр Вальфович. Простовники делегации усколали к ветке доверчного огня. Ушиновали хвилинные маучания. Память оборонца у крепости. На полигонах Беларуси в эти дни проводятся три военные конкурсы. Снайперская мяжа, полярная зорка и упевненный прием. Два из них на полигоне Брески. Самое сложное – это судьба по движущим мишеням. Это вот те условия, которых мы в том году на одном этапе пытались это сделать, проверяли. То в этом году мы сильно изменили условия. Поэтому будет для снайперов сложнее, но для всех это будет интереснее. Второй особенностью является то, что мы в этом году впервые выставляем женскую команду. И где представительница прекрасного пола будет соревноваться с мужчинами. Мы делаем себе задел на следующий год. И если вот этот эксперимент у нас сейчас получится, то мы готовы будем объявить, что мы приглашаем от стран участниц, женские команды. В иудельниках армейских гуля уже была махчимость ознайомиться с особливостями с поборництву. Местом их проведения инфраструктуры и научно-материальной базы полигона. Военнослужащие выконали пристрелку сброи для подрыхтолки ЕЕ до бою. Вот уже три дня находимся на полигоне. Очень много изменений в лучшую сторону. Хочу сказать, что в этом моменте вооруженные силы постарались и подготовились к соревнованиям. Здесь нас встретили с радостью, гостеприимный народ. И как мы участвовали в прошлом году, знакомы с этими местами. И приятно еще раз побывать. Международные армейские гульни проводятся с 2015 года. Среди представителей держал удельниц организации договора об коллективной безопасности. В программе 30 конкурсов. Она проходит на территории 5 держав Армении, Беларуси, Узбекистана, Азербайджана и России. В прошлом году в традиционных поборницах удельничало 23 краины. Все лета пандемия скорректовала программу, сокративши количество удельников. София Бережна, Александр Севицкий, Телерадо и компания Брест.